Диапазон самых, так скажем, тяжелых времен это ближайшие 3 месяца У меня нескольких людей чуть не умерли от него И в обед у меня соль кончилась Я такой, блядь, а сколько же я до этого ел? Внимание, лядь, новость В овсянке есть глютен Не просто железо давать, ребята, железо и ферритин Здесь у каждого из вас качества мозгов и совести Просто айхерп, это письмо, айхерп, иди нахуй На этом родослове карназин врач сломался Сказал, пошел гуглить Кто Гусев звонил, наверное, будет корректно рассказывать А в итоге все должно быть хорошо Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Утром и опять вечером? Да. Ну, нет такого, что... У меня кто-то тут тоже есть. Сначала магний. Задыхаться начинает. Нет. Максимум. Попробуешь. Нет, видишь, опять же, у человека должно быть в норме. Не нужно его слишком много. Но раз тебя трясет, значит, у тебя есть какое-то нарушение в балансе виталита. Тебе не должно так трясти. Ты напрягаешься просто? Да нет, ну, слушай, все, наверное, напрягаются. Ну, так-то. Не, может, есть. Ну, на сцене, на самом деле, это прям очень китайцев глазу. Отсюда, когда стальник не трясет. Да, на Россию мы просто с Русланом смотрели со сцены. И прям видно, как трясет. И знаешь, особенно, когда в бойнике тебя начинает потряхивать, и ты начинаешь опускать бедра, главки становятся сзади. Тебя колбасит, тебя не трясет, а тебя подкидывают. Чуть, блин, как с бойным молотком. Да, это нужно контролировать. То же самое. Тут вариантов либо очень много позировать, чтобы не трясло, но, я думаю, ты позировал много. Позировать не просто, знаешь, как встал по 2-3 секунды и отпустил, а именно по 7-8 секунд прям встать. И несколько кругов, 7 кругов, например. То есть, занимает это по 15 минут, и ты крайней степени становишься уставшим от этого. Ну, это полноценная тренировка позирования. У Ромки было прописано, он делал. Я хуевал, на самом деле. Ну, он в хорошей форме, хотя бы любит это делать, чтобы он хорошо выглядит. Ну, ебываться я люблю в хорошей форме. Дома переделал. Это сейчас не дождем, что у Рома в Инстаграме это фотография машины сейчас. Сейчас она еще с обвесом придет, и чем будет. С обвесом еще, да? Опять еще обвес на машину, блин. Ну, давно уже просто я его купил, пришел, и не могли никак поставить. Сейчас поставим. Просто Никиту с 50-ти грамм оштянки заливает он у нас. Нет, ну, знаете, так, ну, может не вот слегка пи. Видишь, если Никиту заливает, может не окуп. Просто, знаете, все боятся, ребята, глютена. Все качают, что глютен страшно, глютен плохо, покупают дорогие продукты без глютена, но едят овсянку. Внимание, новость, в овсянке есть глютен. Вот теперь, блядь, страдай и мучайся, как ты будешь жить дальше, я не знаю. А я безглютеновую покупаю за 280 рублей 500 грамм. Ну вы ебанутые. Ну это как вообще лишнее. Ну это что-то на богатом. А я не знаю, как можно сделать безглютеновую овсянку, если глютен там прям содержится. Мне кажется, просто зерна должны быть овсянкой. Ну это прям совсем, да, без оболочек. С овсянкой без оболочек, в принципе, можно уже макароны есть. Пакетики, грамм всего? Да, грамм соли. Но тут удобно считать. Если наберете пакетики с солью, по нему проще рассчитывать, сколько вы соли потребили. Удобно, скажем так. Удобно и еще и бесплатно, кризис все-таки. Ну как раз пакетик высыплю и посмотрю, сколько соли там. 50 отношений. Пакетик соли это вот грамм обычно. Большой пакетик сахара 5 грамм стоил. Ну вот просто в некоторых позах у меня колбасит, а в некоторых нет. Получается вот в этой меня вообще не колбасит. Но я там не напрягаюсь. Ты зафиксированы везде. А вот здесь стараешься, чтобы мышцы делились, и получается как будто перенапрягаешься. То есть я просто лишний. Может быть попробовать степень напряжения, когда не пропадает. Но меня, например, трясет, когда я начинаю готовиться, меня трясет в самом начале позирования. А через неделю-две у меня полностью пропадает этот вот момент вибрации. Поэтому может больше позировать. Я бы и минералы посмотрел, в любом случае. Ну надо смотреть не после загрузки, наверное, через несколько дней. Через несколько дней, наверное. А то будет сейчас точно в норме все. Да нет, когда будет ровное питание, в течение недели будет ровное питание, стабильное, как раз на неделе дней за 10 соревнований можно посмотреть, а потом уже оттолкнулись и отрегулировать. Там пропасть и онлограммы? Не, нужно калий, магний, натрий. Вот, это самое такое, что нам нужно именно по водоцелевому балансу, чтобы понимать именно по тряске. Ну, железо, гематокрита, железо, ферритин нужно. Не просто железо давать, ребята, железо и ферритин. Без ферритина, по сути, значение железа не настолько показательное. И тут драйвите себя разом, больше анализом. Саму надо уже сдать что-нибудь. Но я потихонечку поправляюсь. Болят локти. Скоро, кстати, скинет ВОВК сырой материал, там где я делаю выход силы. И мы на него сделаем небольшой, так скажем, обзор на обзор обзора. Про обзор моего выхода силы. Поделюсь с вами, как на самом деле все это было и чем все это на самом деле закончилось. Прошло уже три недели. Только сейчас начало проходить. То есть, до сих пор есть болевые ощущения. Да и, в принципе, выбил себя из тренинга и плечо болит страшно, спать аж не могу. Ну, прям не знаю. Прям не знаю. Кстати, про соревнования. По крайней мере, в данный момент я принял решение. Ну, если не отменят Москву, в август готовимся на Москву. А дальнейшие все турниры мы будем выбирать в азиатском регионе. Потому что в Европовое настроение у меня ехать нет. А там никто нас и не ждет? Ну, нас и ждут. Я думаю, даже не сильно будет влиять это на баллы. Нет, знаете. То, что происходит, это страшно. То есть, нет ни одного здравомыслящего человека, который говорит, типа, да, войне или да, убийству. Это прям пиздец. Но то, что делают европейцы, так скажем, против простых русских, россиян. Детей выгоняют из учетных заведений. Ну, как бы, на мой взгляд, европейцы пошли нахуй. Когда разблокируют, там, iHerb или myProtein, надеюсь, у каждого из вас хотят мозгов и совести. Просто, iHerb, ну, кстати, письмо, iHerb, иди нахуй. Как бы, и, пожалуйста, мы делаем товары лучше, по лучшим ценам, чем iHerb. Поэтому в ближайшее время в телеграм-канале моем сделают специально для самых известных подписчиков наших максимально допустимую скидку в разрезе ряда старых закупочных цен. Кстати, все поставщики сырья потребовали оплатить все отсрочки по новому курсу плюс 10%. Теперь все нагрузки производят они только вперед в предоплату. Семь, ой, шесть из семи самых крупных подписчиков белка в Россию отказались его поставлять. Благо, у нас есть запас. Мы ограничиваем опыль. Продавать мы только, в основном, в розницу сами свой белок. Ориентироваться по ценам можете четко на генетик. Если у кого-то цены будут сильно ниже, там точно говно. Все, что вы видите там тысячи за полторы сейчас на каких-то маркетплейсах, это, ребята, не по старому курсу. Это не старый белок. Это просто дерьмо. Это люди, которые сыпят вам сухое молоко и пытаются впарить. Таких брендов довольно-таки много. С рынка они не уйдут, наоборот, будут расти. Полторы тысячи это было до начала боевых действий. Плюс-минус цена и даже низкая цена, на самом деле, в связи с себестоимостью. Теперь эта цена просто невозможная. С нынешним курсом вот такие вот дела с точки зрения экономики. Ничего, прорвемся, прорвемся. И, дай бог, скорее закончится это все, и люди перестанут друг друга убивать. Это очень самое страшное, что есть. Бабки это ерунда. Всегда можно разобраться. Соль в Макдаке спиздить и овсянку можно до 10 рублей есть. Это не страшно. Страшно то, что столько смертей. Я в футбол играл в понедельник в этот футбол. Ничего не оторвал, ничего не травмировал. Ляшки болели потом. В целом прикольно. Можно играть в футбол. Было с ребятами очень даже интересно. Не задохнул сюда, полтора часа отбегал. Играли 4 на 4, так плотненько двигались. А я не бил, мне кажется, последние годы три ни разу. Поэтому горжусь бодибилдерами в лице себя. Молодец. С собой в лице меня тоже гордиться, если что. Вот скажут вам, что бодибилдеры дураки. А вот нет, у нас есть Халецкий, он миллионер, у него несколько компаний. Вот и он бодибилдер. Вот Халецкий и Шварцнеггер Гордость были бил другом. Это шуточки, конечно. Мне еще каки и каки делать до дяди Арнольда. Хотя если год к году посмотреть, я не знаю, что он делал в 32. Мне кажется, снималку в кино исключительно. И еще не был губернатором. Было подороглянуть, интересно, по биографии. То есть, наверное, год к году я, в принципе, молодец. Наверное. Слушай, несколько спортивных команд в миру лиги отписались. Продукция нужна. Им нужно просто покупать официально, ну, по безналу. А импорта не будет. Или он будет стоить на овербайс. А я единственный. По-моему, я единственный в России НДСный. Из спортпита. И с доками. Нормальные. Не кривыми. Вот. Поэтому, да, уже несколько обратились. Ну, сразу какие-то спорты. Там и в хоккее. Вот. Пляжники уже взяли. Чемпионы мира. Пляжного футбола. Их там в основном и изотоники. Изотоники, суставники. БЦАшки, кстати. И витамины. Ну, сейчас мы их научим нормально питаться. Я говорю, что как бы таланин. Это что? Запрещённо? Я говорю, нет. Это выносливость. В смысле выносливость? Ну, карнозин. Туда-сюда. На этом слове карнозин врач сломался. Пошёл гуглить. Вот прям круто. Это вообще ваша тема. Прям вот вы. Три недели попьёте. Как диетолог сейчас. Да. Три недели, говорю, попьёте. Вы офигеете. Пацаны как бы забегают. Ну, там. На процентов на 15 лучше. Просто по выносливости. Чё, серьёзно? Ну, слушай. Что Гусев звонил, наверное, будет корректно рассказывать. Когда звонок превратится во что-то. Всё. Олимп вышел с рынка. Олимп вышел с рынка. И как я уже в начале ролика сказал, ребята. Ну, вот пусть нахуй Олимпы идёт. Хотя, кстати, наверное, из польских брендов единственный около неплохой. Хотя тоже их названия и составы являются таким конкретным, ну, не самым лучшим выбором. Но в плане маркетинга и картинки, наверное, производства, они хорошие. Всё остальное, именно продукции спортпита в Польше, в основном, это... В основном, то же самое, что большая часть брендов в России. Да. Как я уже говорил, наверное, неоднократно. Производственные площадки, я так думаю, я не был. Ну, я считаю, что, наверное, хорошая у Академии Т площадка, у Геона площадка, у нас и, наверное, на Профите. И всё. Вот четыре площадки. Всё остальное, ну, просто помойка, дерьмо. И, блядь, сажать нужно хозяев тех предприятий, там, ну, там, они делают конкретные... Не очень хорошую продукцию. Но при этом есть четыре площадки, которые делают много. Большой биопродукции. Хорошей. Вот. С кем можно работать. А так... Скажи, сейчас с Дубаем будем больше или нет работать? С Дубаем работать будем просто. Видишь, сейчас не вырвется очень много дел. Ну, все понимают, у всех сейчас много дел. Чуть-чуть тут раскидаемся. В течение, там, трёх-шести недель будет более понятно. Если кому-то интересно диапазон самых, так скажем, тяжёлых времён, это в ближайшие три месяца. Почему? Всё очень просто. Вы можете посмотреть на депозитные ставки крупных банков. Альфа-банк, Сбер, ВТБ привлекают деньги граждан именно на три месяца по 20-24% годовых. То есть, обозримый дефицит денег, это в три месяца нужно на оборонку пускать. Поэтому, по сути, все, кто сейчас вкладывают под депозит бабок, это уйдёт на оборонку. Что будет через три месяца, не знает, конечно же, никто. Расскажу вам другое. Лёш, про экономику спрашивают. Экономика в жопе, всё. То, что вот опять какие-то альтернативные разумы позвонили в Мегу, сообщили о заминировании. Вот прямо сейчас у меня там жена с ребёнком. Сейчас там беготня, шум, гам, лютый пипец. Все пытаются, ну, всех эвакуируют. Целыми днями это происходит в Питере, наверное, в других крупных городах. Всё, чего добьются этим, это ещё больший раздор, ещё большая агрессия. Я, кстати, мне многие пишут, очень много пишут в директах всякого плохого. Почему там, типа, я не очень много высказываюсь по тому поводу, я вам расскажу. Потому что моё мнение оскорбит всех одновременно. То есть, ну, может процентиков 5, 5% людей поймут, а остальные, виду того, что у них... Ну, это природа, никто в этом не виноват, да. Ну, 95% людей, там такой маленький комочек плохо работающих нервов в черепной коробке. В общем, мозгами они, каким-то мышлением разумным, не совсем одарены. Поэтому, знаете, я, наверное, из тех, чего мне не оскорбить всех одновременно. Вот я каждую сторону оскорблю, если я выскажусь. Мне это не стрёмно, нет, просто у меня нет времени выслушивать идиотов. Ну, совсем, ни времени, ни желания, да. То есть, прекрасно, когда ты можешь себе позволить не выслушивать идиотов, не общаться с идиотами. Вот, но ждут нас. Это-то закончится. Точно будет не вечно. Война, это... Но то, что ждёт всех впереди, это целая эпоха ненависти. Хочу, чтобы меньше всего она сказалась на детях. Ну, это, блин, лобы старые мы переживём. Мы кучу кризисов пережили. А экономика уже, Лёх, хотела... Да что рассказывать? Нет, расскажи, почему? Грубо ли бесценен. Лёша задаёт вопрос. Почему выросли цены, если всё, что находится в стране, закупалось по старому курсу? Ну, потому что глупо продавать по старым ценам товар в данный момент. Потому что что получается? Если ты продашь свой товар, ну, например, доску. Доску половую. По старой цене, то, чтобы закупить новый товар, тебе нужно будет в 2,5 раза больше потратить денег. То есть, любая компания в данный момент будет продавать, грубо говоря, по старым ценам готовую продукцию, то они автоматом свою капитализацию снизят в 2-2,5 раза. Так мало того, не то, что снизят. Деньги можно заработать. Так есть вероятность того, что этот товар в Россию уже не попадёт. Логистические цепочки нарушены. Даже те компании, которые готовы работать с Россией, например, сам поставщик, он не против. Но ещё же есть логисты, есть государства, которые просто говорят, куда товар едет, а Россию нет, разворачиваем. То есть, так скажем, попытка полноценного эмбарго Российской Федерации, это такая попытка, уже абсолютная реальность. У нас случилось, поэтому рубль обесценился, товар подорожал. Это нормальная экономическая модель. Если какая-либо компания не повышает цены, то в руководстве там идиоты. А мы должны понимать, что редко руководители крупных компаний являются идиотами. Так что единственная причина, по которой цены могут не расти, это резкое снижение качества товаров для сохранения цены. Вот и всё. Поэтому, естественно, плюс спрос. Автомобили сейчас подорожали сумасшедшим образом. Почему? Потому что их больше не будет. Новых машин какое-то время не будет в стране. Кто хочет купить, покупает. Очень сильно ограничены наличие товара. И с другой стороны даже скажу. На самом деле это, конечно, прикольно всё. Машины-то купят люди сейчас. Я не могу купить колодки на машину свою. Я не буду врать. Я не знаю, сколько раньше стоили колодки руку восьмую. Ну, как бы мне было это не особо-то интересно. Колодки и колодки поменяли, катаемся. Ну, вот сейчас, знаете, просто их надо было поменять. И их нет в наличии. И я говорю, закупщику своему, надо колодки найти, заказать. Он говорит, обалдеть, представляешь, сколько стоит. Сколько? 48 тысяч рублей. Тормозные колодки, передние пара. Ну, я когда был молодой-молодой, у меня был Hyundai Accent. Я помню, что, ну, это было много лет назад, типа, 12. Вот, короче, на него колодки тормозные, передние стоили 600 рублей. Я просто это помню, я их покупал, потому что сам. Вот, они стоили 600 рублей. Ну, наверное, на какую-нибудь машину там получше, может, они стоили там полторы тысячи рублей, наверное. Ну, сейчас, наверное, 103-3500, наверное. Я думаю, ну, это так вот, в голове свои считаю, которые цифры меняются. Вот. Ну, а сейчас, прикиньте, 48 кусков. Ну, это, типа, дорого. Ну, я так думаю, для колодок. И даже вопрос на том, что, ладно, дорого. Так их еще и нету. То есть я сейчас ехал по дороге, я ехал прям аккуратно. Вот понимаю, что у меня колодочки заканчиваются, и еще новых не пришло. Ну, а ездить-то как? То есть без тормозов ездить нельзя, это небезопасно. Это безответственно. Я бы сказал, что это интересно. Да? Ну, если бы не смерти. Да? То есть вот, в связи с экономикой меня беспокоит мало. Деньги, опять же, это не самое главное. И при наличии мозгов их всегда можно заработать. А вот любкие жизни не вернуть. Ничего их не стоит. Ни Крым, ни Донбасс, ни Украина, ни Евросоюз, ни Россия. Мне страшные вещи. Вещи пишут люди, когда десять дней назад, с которыми мы там переписывались, желали друг другу доброго дня. Я-то им до сих пор желаю дня самого доброго, а вот они уже нет. Один знакомый мне писал за два дня до вторжения на Украину. Я говорю, рус, не знаешь, как там у вас? Типа готовится, не готовится что-то. Я говорю, ну я знаю, что вы подняты в полную боеготовность части, говорю, на Юге России. К чему? Нету информации, потому что основная была, что учения проходят. Хотя именно боевая готовность была обозначена в пяти частях. Но если вы переживаете, то приезжай ко мне. Я тебе помогу, размещу. Мы даже когда-то лично не виделись в жизни. Мы просто удаленно знакомы. Человек очень талантливый, очень умный. Я говорю, точно что будет тебе чем заняться. Если есть переживания, то приезжай. Если человек приглашал... У меня может остановиться, какое-то время пожить в гостевом доме. Даже фамилию человека не знаю, а только имя. Я приглашал его в свой дом. Спустя неделю он пишет, что он приедет резать наших детей. Не надо. Взрослых хотя бы режьте, но не детей, потому что детки вообще ни в чем не виноваты. Ни с одной стороны. Где бы они не гибли. В общем, давайте об этом не будем. Потому что, опять же, не хочу оскорбить чувства имбецилов. Ни с одной стороны. А с обеих сторон их много. Большинство. Просто прикладывайте все усилия, чтобы все. Это скорее закончилось. Это все пережить смогли. Не сохраните в сердце злобу и негатив. Лучше все идите покачайтесь. У вас кончатся. Забьются свободные нейромедиаторы. И вы будете меньше нервничать. Не менее злыми. Качки поэтому добрые. Потому что они тренируются. Вот так же. А в итоге все должно быть хорошо.